В минувший понедельник чиновники собрались на аппаратном совещании. По традиции, дежурные доложили о ситуации в городе за выходные. Крупных происшествий, несмотря на штормовой ветер, не произошло. С мелкими авариями справлялись оперативно. Было на горячее водоснабжение два плановых. Одно связано с дефектами, носило локальный характер. Превышений времени планов не было. И четыре отключения было на сетях электроснабжения. Причем три из них в новом поселке. Поэтому раз я предлагаю проанализировать состояние сетей электроснабжения и подготовить при необходимости свои предложения для их решения. Берск активно участвует в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Именно в рамках ее реализации в городе должны появиться два новых светофора. На перекрестке улиц Лунная и Космическая и у Дворца культуры Родина. В рамках этой программы разрабатывается на 19-25 год с мероприятиями в 17-18 годах. Вообще по итогам данной программы город Берск планирует отремонтировать дорог на 1 миллиард рублей. Над разработкой подробного плана программы трудятся местные специалисты. На публичные слушания проект представят 13 апреля. Пока же Управление жилищно-коммунального хозяйства производит аварийный ремонт дорог. Ямы латают горячим асфальтом. На сегодняшний момент отработали такие улицы, как Химзаводская, Первомайская, Павлова, Боровая, Горького. И у нас в планах такие трафики в ближайшее время, как Сверлова, в том участок Боровой в районе Кольца, Островского, Спортивного и Лелюха. После этого будем переходить на дороги, которые являются менее значимыми для города. Еще одним важным вопросом для города является борьба с талыми водами. На проведение противопаводковых мероприятий направлены основные силы управления ЖКХ. Пока ситуация находится под нашим контролем. Оболовка южного и юго-восточного микрорайонов пока держится. Тот зазор, который мы сделали, от улицы Ключевой в сторону аэродрома, порядка 100 метров, он воду принимает, грунт мягкий, поэтому здесь мы надеемся на преодоление этой ситуации в рабочем порядке. Владимир Захаров отметил, что коммунальщики выезжают на места подтопления по обращениям граждан и по возможности помогают рабочей силой и техникой. Приемка новых автобусов, подаренных губернатором на 300-летие Бердска, не состоялась. В администрации уверяют, поставщик не выполнил технические условия контракта. На прошлой неделе в адрес поставщика автобусов ТВУ была направлена претензия к качеству товара. В течение 10 дней контракт будет считаться расторгнутым. Между тем, отдел транспорта и дорожного хозяйства уже объявил конкурс на закупку следующей партии автобусов. На прошлой неделе было опубликовано извещение о проведении аукциона на поставку еще 7 автобусов для выполнения пассажирских перевозок. Прием заявок от поставщиков ведется до 10 апреля. По результатам аукциона будет определен победитель, с которым будет заключен муниципальный контракт на поставку оставшейся части автобусов. Также Надежда Нятина объявила о начале сезонных перевозок. 22 апреля по дачным маршрутам начнут курсировать автобусы Бердского автотранспортного предприятия. В настоящее время специалисты обследуют качество дорожного полотна. В городе продолжается запись детей в первые классы. Первая и восьмая школы уже исчерпали лимиты. Теперь детей будут распределять в те учебные заведения, где остались свободные места. В школах номер 5, 11 и 13 в этом году сформируют по 5 первых классов, чтобы принять всех учеников в новом сезоне. Выпускники же активно готовятся к сдаче единого государственного экзамена.